Здравствуйте, я Олег Базлов и сегодня я покажу вам, как правильно намотать леску на шпульку бензиновых триммеров Redverg. Все бензиновые триммеры Redverg комплектуются вот такой шпулей. Она может быть как серо-красного, так и черного цветов. Основное отличие этой шпули заключается в том, что на эту шпулю или катушку можно намотать леску, не разбирая этой шпули. Это наше очень большое конкурентное преимущество. Для того, чтобы намотать леску, не нужно снимать шпулю с вала редуктора. Для намотки потребуется 4 метра лески. Для этого я выбрал квадратную леску с сечением 2,4 мм. Для того, чтобы намотать леску, необходимо совместить вот эту стрелку с отверстием, откуда эта леска должна выходить. Немного нажимаем, прокручиваем и устанавливаем стрелку напротив отверстия. Для того, чтобы попасть леской, необходимо увидеть это сквозное отверстие. Мы видим сквозное отверстие и продеваем леску в шпулю. Далее необходимо найти середину. Мы соединяем два кранца и вытягиваем леску, тем самым ровняя ее. Вот мы выровняли. Дальше нужно вот этим барашком, где есть специальные выемки для пальцев, ну или как своеобразная гайка, начать вращение по часовой стрелке, и леска начнет сама наматываться. Леска намоталась быстро и очень качественно. Ну и для того, чтобы подготовить триммер окончательно к работе, необходимо выдвинуть леску, для того, чтобы она обрезалась равномерно об отсечной нож. Для этого нажимаем на гайку и одновременно вытаскиваем леску. Еще раз показываю. Леска не достает. Нажимаем гайку и тянем за один, либо за два усы лески. Леска достает до ножа. Это гарантирует нам то, что она в процессе работы, на высоких оборотах, с отрабежной силой, сама обрежется об нож и будет оптимальной длины. Вот такая простая намотка лески на всех бензиновых триммерах Redver, которые укомплектованы такой замечательной чудо-шпулькой. Надеюсь, видео было полезным. Удачной работы с инструментом Redver.